Многие ученые говорят, что дозволен читать Куран со смартфона без малого омывания. А с мусхафа нельзя, если Куран – это речь Аллаха, а мусхаф – это считается та бумагой, которой записана речь Аллаха. Если я ошибаюсь, исправьте меня. То получается, что больше важность отдают бумаге, чем речь Аллаха, так как речь Аллаха в смартфоне также является священной. И даже если мы по памяти ее произносим, то это также речь Аллаха. Пожалуйста, объясните это в момент. Брат мой, твоя память, Куран, Фатиха, знаешь, у твоей памяти есть Фатиха. Но через тебя же можно трогать. Это записано, нет. А смартфоны тоже, они записаны, а память находится. А то, что написано в Куран, не бумага ценная. За то, что туда Куран написан, написанным Кураном, она становится ценным. Из этого нельзя туда трогать без омовения. А читать Куран, даже из Курана не трогав, можешь прочитать. Дотрагиваться нельзя. Хадис Пророка, саллиллаху алейкум, многие ученые его почитали достоверным. Ла я массу Курану илля тахир. Не дотрагивай до Курана, кроме чистый человек. Здесь метод, у кого омовение есть, много ученые его толкуют. Некоторые говорят, это здесь метод кафир. Не трогай. Мусульмане всегда чистые. А сравнение, память там не написано. Не бумага ценная, речь Аллаха. За то, что даже речь Аллаха, эту бумагу написали, бумага тоже стала ценной. Сама бумага обычная была. Куран написал, этот Куран тоже ценная, это речь Аллаха. Нет в его описании речи Аллаха. За то, что его ценность сильна, даже бумага, этот Куран написал, тоже стала ценной. И нельзя дотрагиваться до него без омовения. И нельзя его даже кафирской стороны забирать в Куран. Если ты не можешь его защитить. Продолжение следует...